Привет, друзья! С вами канал Рослайф. В сегодняшнем видео хочу поговорить о последних событиях в Чехии. С каждым днём всё прибывает в Чехию больше и больше беженцев с Украины. Сейчас это становится в Чехии уже глобальной проблемой, потому что некуда просто физически уже селить людей, есть проблемы с работой. Об этом сегодня будем говорить. Значит, первый пункт у нас это работа, работа в Чехии. И хочется здесь чуть-чуть остановиться более подробно, потому что десятки сообщений получаю каждый день от вас. Вот ребят, которые хотят здесь трудоустроиться, хотят жить в общежитии в каком-нибудь, либо чтобы предоставили это жильё недалеко от работы. Ребят, честно, проблема очень большая, глобальная. Буквально там за первые 5-7 дней всё это разобралось, всё это забралось. Но мы стараемся, ищем варианты, созваниваемся со многими ориентурами, но, к сожалению, пока результаты не очень хорошие. Вариантов по трудоустройству, к сожалению, нет. Точнее, проблема в реальности, в жилье. Потому что ранее, когда ехали люди, в основном ехали на работу, то сейчас многие приезжают уже с бабушками, с детьми, и просто физически нереально поселить всех, потому как жильё просто ограничено. Также хочу поговорить об обратной стороне данной медали, связанной с работой. Есть такие люди, которые не хотят работать на тех условиях, которые им предлагают, которые имеют возможность проживания в том или ином городе, и им предлагаешь, допустим, какие-то варианты, но они крутят носом, говорят, что им не нравятся условия, им не нравятся смены, хочу работать вот так, хочу работать вот так. То есть, ребят, честно, я, конечно, всё понимаю. Сейчас не то, к сожалению, время, неспокойное время, когда можно было выбирать, когда вам предлагается какая-то возможность, какая-то помощь, то, пожалуйста, берите эту помощь. Если вы будете крутить носом, то вам, к сожалению, помогать никто не будет, и те же чехи, поляки, немцы, не знаю, в какой стране вы там будете находиться, если вы будете перебирать вот такими вот своими методами, потому что вам это не устраивает, вам не хочется работать на ночных сменах, вы хотите работать только в ранние смены, и не хотите работать по 8 часов или по 10, или так далее, то тут уже, честно, надо понимать, куда вы попали, потому что сейчас война в Украине, и люди, которые сейчас остались без домов, которые остались без семей, которые готовы просто выехать, но по некоторым причинам не могут этого сделать, готовы идти на любые условия, чтобы не быть каким-то там нахлебником и не сидеть тут, задрав ноги, ждать окончания войны. Поймите, вы таким своим отношением, кто делает вот так вот, портите всю репутацию тем людям, которые реально хотят и нуждаются в этой помощи, в этой работе. И некоторые чехи уже начинают так думать, что, блин, вам помогают с жильем, с бесплатным проездом, с деньгами, с помощи всякими, волонтерскими движениями, с едой, совсем полностью, все бесплатно абсолютно, практически только нужно пойти и сделать это, вас никто за ручку не будет водить, но вы все равно умудряетесь реально портить отношения, портить о себе, как нации, представления для тех же чехов. Говорю конкретно за чехи, потому что мы здесь работаем, и мы это слышим каждый день, что чехи уже некоторые начинают мнение свое менять об украинцах, особенно тех, кто начинает тут быковать и делать какие-то непонятные действия. Я сейчас не призываю вас к тому, что если вам дали какие-то нехорошие для вас условия, чтобы вы там соглашались на них и шли по-любому. Но если вы просите какую-то помощь, и допустим, вы устроились уже на какую-то работу, то будьте добры, пожалуйста, работайте, а не крутите носом, не вертитесь, что вас там что-то не устраивает, или еще что-то, потому что на вашем месте готов оказаться любой другой человек. Помните об этом. Так, идем дальше. Значит, в Чехии уже зарегистрировано около 250 тысяч украинцев, спасающихся от войны. До сих пор власти называли это количество максимум беженцев, то есть максимум, который может принять Чехия. Больше 170 тысяч украинцев получили в Чехии уже временные визы на один год. В полиции зарегистрировалось 95 тысяч беженцев. Напомню всем, кто не в курсе, что есть два варианта, основные два варианта, которые позволяют пребывать в Чехии, это либо без виз, то есть вы приехали просто в течение трех месяцев, можете здесь находиться, но при этом вы должны располагать своими финансами и у вас есть где остановиться. При этом обязательно все равно нужно регистрироваться в Цезинецкой полиции. Также нужно иметь на весь этот срок страховку, ее можно купить онлайн, это обязательно. Второй вариант, это вы приезжаете в Чехию, если у вас здесь нету никаких знакомств, друзей, никакой помощи, то обращаемся к волонтерам, говорим, что вам нужна виза на год, все разговаривают на украинском, на русском, на чешском, понимают все это, без проблем, они вас проведут, расскажут, то есть зарегистрировались в ОАМПе, получили визу, дальше они вам подскажут, если вам, опять же, нужна помощь финансовая, то где можно получить эту финансовую помощь, сейчас о ней поговорим чуть подробнее. После получения данной визы вы уже получаете страховку от государства, то есть полностью государство вас обеспечивает страховкой, и также можете приступать к работе, то есть находим на уряде праце работу, которая вас интересует, где вы можете работать, связываясь с работодателем и общаемся. Я понимаю, что это все на словах очень просто, в реальности, когда человек сюда ни разу не приезжал и не понимает, где он находится, то это тяжело сделать, но это реально, тем более, все информации, которые мы делимся, есть под видео ссылки на сайт МВД Чехии, там вся эта информация подробно расписана, ответы на вопросы, пожалуйста, заходим, изучаем. Так вот, по поводу денег, пособий и всего прочего, значит, на бирже труда для получения разового пособия заявление подало около 40 тысяч беженцев из Украины, на взрослого сейчас платят 2490 крон, на детей от 1970 до 2770 крон, в зависимости от возраста. Ранее была информация, что будут платить 5 тысяч, этот закон еще принимается и в конце марта должны его принять. Когда будет эта информация уже принята и подписана президентом Чехии, я дам вам всю информацию на нашем канале. Переходим к следующей новости о жилье. По словам министра внутренних дел, государство будет считать беженцев, повторно отказывающихся от предложенного жилья людьми, у которых жилье будет обеспечено. Что это значит? Есть такие люди, которые отказываются жить, к примеру, в спортзалах, где оснащена вся инфраструктура по поводу проживания, потому что реально сейчас негде просто селить, поэтому оборудывают эти места для того, чтобы людям было где банально просто переночевать. Есть люди, которые от этого отказываются, то есть им дали вот эту возможность, они не хотят там жить. Понимаю прекрасно, я бы, наверное, тоже там не хотел жить, но опять же, если вариантов нет, то опять же, повторюсь, не нужно крутить носом. Если второй раз предлагается опять же жилье и вдруг кто-то кому-то там не подходит, не нравится, то чехи уже приняли такой вот вариант, что эти люди, которые отказываются от условий, которые им предоставляются, конкретно по жилью на данный момент, значит будут считаться, что жильем уже обеспечены. Поэтому, ребят, пожалуйста, внимательно, крутить носом в чужой стране сейчас не время. Идем дальше по поводу адаптации. Значит, Министерство образования готовит интенсивные курсы чешского языка для украинских старшеклассников продолжительностью до 320 часов и еще 200 часов чешского после поступления в средние школы. Также, при насарификации и документы граждан Украины со временной визой беженца, то есть, ту визу, которую вам клеили в лампе, будут рассматриваться так же, как документы обычных беженцев. При отсутствии диплома его сможет заменить подробное заявление честной проглашени со всеми данными. Честной проглашени это написанная от вашей руки форма, свободная форма, в которой вы указываете, что вы имеете такой-то, такой-то диплом. Писать его обязательно нужно на чешском языке, поэтому переводчик включаем, пишем сначала на украинском, на русском, потом переводим на чешском и пишем, все это переписываем на листик. Детей-беженцев из Украины в чешских школах смогут учить украинские учителя даже без знания чешского языка, то есть, оборудоваются сейчас классы, где будет украинский учитель и будет происходить украинская программа, это специальные классы. Также, не забывайте, что сроки записи украинских детей в детсады и начальные школы установились с 1 июня по 15 июля. Но, опять же, на практике обращаться нужно в школу уже сейчас, идти договариваться в ваших районах, где вы проживаете и записываться. Также, очень много людей писали и спрашивали, где реально можно поменять украинские гривны на чешские кроны. До 14 марта этого еще сделать было нельзя, точнее, не принимали просто деньги, но некоторые обменные пункты в центре Праги, конкретно, сейчас говорю за правду, начали предлагать покупку украинских гривен за чешские кроны по курсу около 100 гривен за 60 крон. Сейчас обменные пункты на улицах Оплетова и Политинских Везду в среду предлагали курс 100 гривен за 60 крон. Обменный пункт в торговом центре Новославской площади предлагал чуть более другой курс от 50 до 55 крон за 100 гривен в зависимости от суммы. Поэтому, ребят, кто находится в Праге и хотел поменять гривны на кроны, обращайтесь, да, может это, конечно, не самый лучший вариант обмена на данный момент, но это в любом случае лучше, чем вы будете ходить за гривенами, которые вас нигде не примут. Ну что, друзья, вот такие вот, собственно, новости на 17 марта 2022 года. Не забываем поддерживать данное видео лайком, подписываться, кто этого не сделал, ну а мы уже увидимся в следующих юрисках. Всем удачи, терпения и до новых встреч. Слава Украине!